Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки России на страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках Альянса. Об этом он заявил в ходе своего предвыборного митинга в Южной Каролине. Он добавил, что Вашингтон не должен предоставлять помощь другим странам на безвозмездной основе, а только лишь в виде займа. Эти заявления прозвучали на фоне рассмотрения Конгрессом большого пакета помощи партнерам США, Украине и Израилю. В частности, предполагается выделение Киеву около 60 миллиардов долларов. Они хотят отдать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам. И я сказал, зачем мы это делаем? И если мы это делаем, мы должны не просто отдавать 100 миллиардов долларов, а давать их в долг. Это называется долг. Эти страны могут бросить нас в любой момент. Мы уже вложились в Украину больше, чем на 200 миллиардов. И в случае, когда они заключат договор с Россией, они бросят нас через три недели. То же самое относится к НАТО. Когда я был президентом, я заставлял их платить. Я так и говорил. Нет денег, нет защиты. На что один из президентов одной влиятельной страны спросил меня. Сэр, вы не защитите нас, если Россия нас атакует? На что я ответил, что если вы не выполняете свои обязательства перед НАТО, я бы никогда вас не защитил. Более того, я бы поощрил эту атаку. Тем временем заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Дональда Трампа о поощрении атаки России ужасающими. Бейтс отметил, что поощрение вторжения на территорию ближайших союзников Соединенных Штатов ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны.